Совсем недавно состоялись парламентские выборы в Беларуси. Поверьте, той демократии и свободы, в которой проходили выборы в Беларуси, мы уже больше не сделаем. Мы, наверное, просто не умеем провести их лучше. Мы уже всячески старались угодить не только нашим спонсорам и болельщикам на Востоке, но и в Евросоюзе и на Западе. И что в результате? Одни были восхищены итогами выборов, а другие сказали, что оппозиция не попала в парламент. Беда. Значит, плохо. Значит, недемократично. Значит, опять нет свободы. Диктатура. Уважаемые депутаты, чепуха полная. Старались угодить, прежде всего, на Западе. Ну и что? Опять приехали с желтыми бумагами, застаревшими 20-летней давности. Все уже там было заранее прописано, только подписали. Я хотел, чтобы там было 3, 5, 10 оппозиционеров. Но как их провести, если 3,5% голосов у оппозиционера? Максимум 2 человека, 4%. Ну как их можно провести в парламент? Да и что, демократическим путем, как они требуют. Их даже за руку нельзя было взять и провести. Беда нашей оппозиции в том, что она работает только в день выборов. В крайнем случае, за неделю-две до выборов. Все. Слушайте, какой народ изберет такую оппозицию? И живет оппозиция на зарубежные гранты. Фонд Эберта, Денауэра, американские эти фонды и так далее. Нигде не работают. В хороших особняках живут, на хороших автомобилях разъезжают. Народ задается вопросом, откуда? Ответа нет. Люди поддержали тех, кто сегодня трудится, кто приносит пользу людям. В ходе парламентской работы будет видно, кто какую позицию занимает и отстаивает. Но я абсолютно убежден, что это преданные своей стране люди и патриоты. Вся проблема в том, что кому-то не нравится та политика, которая проводится в Беларуси. В свое время американцы и Европейский Союз совершили ошибку. Введя против нас санкции, начали давление на нас. И они это поняли спустя некоторое время и искали повод, чтобы, сохранив лицо, выйти из этой ситуации. И наша позиция по основной повестке международных отношений оказалась для мира приемлемой. Поэтому ситуация резко поменялась. И мы сегодня пытаемся наладить наши отношения с Европейским Союзом. Заявляя и выступая категорически против всяких Брекситов и против распада Европейского Союза. Продолжение следует...